Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа о домашних животных Зооакадемия. Я ее ведущая Елена Скрипник. Сегодня мы с вами поговорим о животном, которого, если честно, я очень боюсь. А все потому, что немногие звери могут похвастаться такой мрачной репутацией. Итак, тема нашей сегодняшней программы «Скорпион. Мы домашний питомец». С большим удовольствием представляю гостя нашей студии. Человек, который обожает скорпионов и знает практически все о них. Это Александр Ражев. Здравствуйте, Саша. Спасибо вам большое, что пришли. Александр, первый вопрос к вам такой. Скажите, как давно вы увлечены скорпионами? Около двух лет. Из чего все началось? Все началось с того, что однажды я пришел в гости к моему новому знакомому. И на тот момент я не знал, что у него живут скорпионы. Когда узнал, попросил показать. И он показал мне два вида, которые у него содержались. Это один из самых крупных скорпионов Гетерометру Спейнфер из Индии. И самый опасный скорпион Драктонус Австрелис, о котором мы будем позже говорить. Эти скорпионы на меня провели большое впечатление. Конечно, такие красавцы. Можно сказать, это любовь с первого взгляда. Но почему именно скорпионы, Саша? Почему не кошки, собаки? Именно скорпионы вам понравились? Что касается кошек, собак, моя мама очень увлекается этими животными. Я в детстве постоянно был ими окружен. Причем в довольно большом количестве. Но захотелось чего-то нового, более экзотичного. Вот, кстати, кто это у нас тут зашевелился? Это аризонский волосадый скорпион Ходрорус аризоненсис. Это самый крупный скорпион американского континента. И один из самых долгоживущих скорпионов. То есть в неволе он может прожить около 25 лет. Это при хороших условиях содержания. Этот скорпион, несмотря на такой грозный внешний вид, он... Добрый в душе? Его яд... Нет, он совсем недобрый. И при возможности он обязательно уколет. Если будет возможность такая, он никогда не убегает, не прячется. То есть его защита выражается в агрессии. В первую очередь. Но яд его для человека не опасен. Но, тем не менее, от укола, наверное, будет мало приятного. Но на самом деле, вот я смотрю на его клешни, они кажутся очень хрупкими. Или это только на первый взгляд? Ну, все правильно. Клешни скорпиону нужны для того, чтобы удерживать добычу, чтобы она не убежала. Но в основном он пользуется хвостом своим для ее умерщвления. И, соответственно, для защиты от агрессора он тоже применяет яд. Есть упоминания о способности этим скорпионом распылять яд на расстоянии до полуметра. Но в неволе я ни разу не наблюдал. Не было повода, я думаю, у него распылять яд. Хорошо, Саша, теперь вот, пожалуйста, представьте вот эту даму. Я уже знаю, что это у нас барышня здесь рядышком. Да, это скорпион с американского континента. Это африканский каменный скорпион. Он обитает, главным образом, в пустынных скалах, о чем свидетельствует его приплюснутая форма. То есть такая форма специальная, чтобы прятаться в щелях между камнями. Когда скорпион обладает очень слабым ядом, абсолютно не опасным для человека. Но брать в руки нежелательно. Ну, тоже, наверное, будет мало приятного от укола. И этот скорпион обладает довольно мощными крышнями, которыми он тоже может нанести какой-то вред. Ну, увечья это сильно сказано, но, наверное, даже до крови не тяпно. Хорошо, что тут у нас стенки высокие, не вылезут. Так, хорошо. Ну, а вот эта сладкая парочка. Вот эта сладкая парочка – это представители самого обширного семейства. Это семейство Бутит. И к этому семейству относятся 27 самых опасных скорпионов. И, соответственно, эта парочка тоже обладает довольно сильным ядом, но также безопасным для человека. Но при повышенной чувствительности к яду может сохраниться… Какая-то аллергия, да, может быть, у человека? Ну, аллергия – это в худшем случае, конечно, может быть вызван анафилактический шок и потеря сознания. А обычно это повышение температуры до 38 градусов. И такие симптомы могут сохраняться в течение суток. Я хочу вам сказать, Александр, что сегодня не только я буду вам задавать вопросы, но и наши телезрители. Вопросов сегодня будет много, так что приготовьтесь. И предлагаю не откладывать долгий ящик и посмотреть первый из них. Здравствуйте! Я бы хотел подарить своей подруге скорпиона очень ядовитого. И какие они вообще есть? Какой самый ядовитый вид у них, который можно бы приобрести? Я бы вообще не советовал держать дома такие виды. Но вот этому молодому человеку могу сказать, что он очень не любит свою подругу. Правильно. Зачем ей самый ядовитый скорпион? То есть при желании можно завести дома, например, таких скорпионов, как Бабикури Джексони, представители семейства Бутит, которые обладают довольно токсичным ядом, но не представляют опасности для жизни человека. Видимо, он действительно не любит свою девушку, я думаю. То есть такие опасные виды, как андрактонус, австралис и подобные скорпионы, должны содержаться только профессионалами в специальных учреждениях, потому что держа дома такого скорпиона, вы рискуете не только своим здоровьем, но и здоровьем окружающих вас людей, потому что не исключена ошибка. Скорпион может убежать, когда они убегают, они любят прятаться. Потом его, наверное, очень сложно найти. Да, его будет очень сложно найти, учитывая то, что эти виды, они очень хорошо переносят разные различные экстремальные условия, могут очень долго обходиться без воды, и, скорее всего, кто-нибудь когда-нибудь на него наступит, и в итоге он уколит агрессора. В нашей стране такая ситуация усугубляется тем, что наша медицина отечественная не знает способов лечения. У нас нет противоядий? Противоядий, в принципе, не существует. Хорошо, что вы об этом сказали. Да. Я думаю, люди будут более осторожными с этими паукообразными. Александр, скажите, а новичку? Какой вид вы посоветуете завести? Новичкам я бы посоветовал представленный ранее пандинос император, императорский скорпион. Который самый большой. Самый большой. Затем это представители, тоже представители влаголюбивых скорпионит, это гетерометрус. Их очень много. Они в основном распространены в Азии. И они менее ядовиты. Да, у них слабый яд, большие клешни. Это обычно очень нравится новичкам. И вот... Вот такого, да? Вот такой, да. Такую девочку, которая расплющилась. Он тоже может быть рекомендован начинающим. Но она очень красивая, хочу сказать. Очень, наверное, интересно будет за ней наблюдать. Хорошо, Саша, давайте посмотрим следующий вопрос. Здравствуйте. Хотела бы спросить, сколько может стоить императорский скорпион? Так как я посмотрела по всем сайтам, он слишком дорогой. Сколько у него реальная цена? Вот такой вот вопрос. Реальная цена. Реальная цена. Действительно дорогой? Ну, все зависит от того, где вы покупаете этого скорпиона и какой его возраст. То есть, насколько я знаю, малышей первой линьки можно купить порядка 10 долларов. То есть, это в среднем 300 рублей. В общем-то, я думаю, что это небольшая сумма. Взрослые особи стоят гораздо дороже. Опять же, вопрос, насколько дорогой. Ну, я думаю, если человек хочет завести себе животное, то есть, вопрос в пределах 100 долларов. Это не такая большая сумма, которую можно потратить. На домашнего питомца. Единственное, я хочу сказать, что я бы не рекомендовал приобретать взрослых императорских скорпионов. Почему? Потому что, главным образом, они к нам в страну завозятся из природы. То есть, это природные экземпляры. Этот вид находится в списке СИТОС. То есть, скорпион не является вымирающим видом, но уже его число в природе сокращается большими темпами. Именно за счет экспорта для коллекций домашних. То есть, я бы рекомендовал покупать именно разводных маленьких скорпионов. И, соответственно, через три года у вас будет взрослый большой скорпион. И гораздо за меньшие деньги. Александр, где все-таки приобрести такого домашнего питомца, как скорпион? Ну, эти животные, если, например, говорить о императорских скорпионах или о скорпионах рода гетерометрус, то их сейчас очень много в различных зоомагазинах. Можно приобрести на птичьем рынке. Также можно приобрести из частных коллекций в интернете. То есть, существуют форумы по террориумистике, где держатели животных публикуют свои объявления о продаже. И, в общем-то, способов много, если говорить именно о скорпионах для новичков. Если говорить о скорпионах, о более экзотичных зверях, в зверях, таких как Ходрорус аризонансис, например, я этого скорпиона искал полгода, то есть в России, наверное, даже 10 особей не наберется. И откуда? Этот экземпляр приехал из Германии, из немецкой коллекции. Понятно. Хорошо. Теперь скажите, пожалуйста, какие условия проживания вы должны им предоставить? Вот сегодня они у нас в таких аквариумах демонстрационных. В идеале как должно быть выстроено их жилище? В идеале должны быть сымитированы природные условия. То есть если это представитель тропической лесной фауны, то должно быть влажное содержание. Это грунт, хорошо впитывающий, удерживающий влагу. Как правило, используют кокосовую крошку. Но все это можно приобрести в зоомагазине. Ну, кокосовую крошку можно в зоомагазинах, можно также приобрести в цветочных магазинах. То есть это не проблема? Сейчас проблем нет. Пустынные виды нужно, соответственно, содержать сухо на песке. Нужно устроить какой-то дополнительный подогрев. Это либо верхний подогрев, лампа накаливания, либо термошнур, термоковрик. И, соответственно, должен быть градусник, чтобы нам нашего скорпиона не сварить, и чтобы он комфортно себя чувствовал. Хорошо. Александр, ну давайте смотреть следующий вопрос. Давайте. Здравствуйте. У меня дома живет скорпион. И когда я на него пытаюсь капнуть воды, чтобы он попил или помыть его как-то, вы знаете, он капаешь водой, он поднимает клешни и начинает резко ими клацать. Вообще, что это обозначает? И хорошо это или плохо? В данном случае скорпион думает, что вы хотите его съесть. То есть это вполне естественная реакция на агрессию. Не нужно лить воду на скорпиона. Чтобы помыть. Да. Если это представитель влаголюбивых видов, то достаточно увлажнить часть грунта, либо поставить дополнительную какую-то поилку или купалку, куда он сам сможет залезть при необходимости и дополнительно увлажниться. То есть на самом деле это стресс, я думаю, для скорпиона. Вот, кстати, по поводу воды. Любят они пить воду, купаться, вы сейчас сказали, купалку поставить. Да, влаголюбивые виды, они могут сутками, вот пандинус император, например, они могут сутками лежать, отмокать вот в этой купалке. То есть им желательно поставить емкость. Это что, может быть блюдце? Да, может быть блюдце, может быть, ну, то есть кто что ставит, возможно, это... Ну, такая, наверное, емкость, чтобы он там у нас не утонул случайно. Да, то есть это должна быть не слишком глубокая емкость, возможно, какая-то невысокая, неглубокая пепельница, что-то. Я использую для этой цели мыльницы. Да, думаю, это очень хороший выход из положения. А скажите, какую воду нужно наливать? Ну, вода должна быть отстоянная. В принципе, можно наливать и кипяченую воду, главное, чтобы она была комнатной температуры, без содержания хлора, никаких добавок не должно быть вредных. Александра, ну, у нас еще один вопрос по поводу, кстати, содержания скорпионов. Давайте посмотрим. Здравствуйте. У меня к вам такой вопрос. Вы знаете, у меня вот дома живет скорпион, его зовут Толик. И вот почему-то по вечерам он карабкается по стенке вверх. Вы не знаете, что с ним происходит? Мне просто очень интересно, непонятно, почему такое какое-то явление. Вот именно по вечерам он начинает карабкаться по стенке вверх. Вот, если вы мне подскажете, я буду очень благодарна. Это вполне нормальное явление. Все скорпионы себя так ведут. Они просто вечером, как я уже ранее говорил. Нет, они не требуют внимания, они просто выходят гулять. И он видит естественное препятствие, это стенку аквариума, он пытается через него перелезть, то есть посмотреть, что же там с ней сзади. А вечером, потому что скорпионы ночные, жители днем они спят, ночью они идут гулять. То есть такая зарядка для хвоста, я бы сказала. Ну да, что-то в этом роде. Они очень любят карабкаться на стенке, особенно самцы, когда сидят отдельно, без самок. Им скучно. Да, в поисках дамы сердца они начинают пытаться вылезти из аквариума. Александр, а чем кормить скорпионов? Ну, кормят скорпионов. Ну, они предпочитают, какой корм? Обычно кормят сверчками, тараканами, личинками жуков. А корм должен быть разнообразный? Ну, желательно, да, разнообразить корм, но если нет такой возможности, это, в общем, не обязательно. Они очень выносливы и нетребовательны. А как часто нужно их кормить? Да, взрослого скорпиона нужно кормить насекомым соответствующего размера примерно раз в месяц, два раза в месяц. Всего лишь раз в месяц? Вы знаете, мне кажется, скорпион идеальный домашний питомец. Ну, наверное, да. И что, одного сверчка ему хватит? Ну, все зависит от размера. То есть, например, вот такому крупному ходорорусу сверчка явно будет маловато. А если вот дать таракана размером с его брюшка, то он может и два-три месяца вполне обходиться без еды. Александр, скажите, пожалуйста, можно ли приручить скорпиона? Ну, вот если долго-долго мучиться, может быть, что-нибудь получится у нас? Нельзя. Дело в том, что... У нас нет надежды на приручение. Скорпион — это не хомячок. Он человека в лучшем случае воспринимает как ландшафт, если мы его берем на руки. В худшем случае воспринимает как агрессора. То есть, самое большое, чего можно добиться от скорпиона, это чтобы он не реагировал агрессивно на человека. То есть, какой-то... Если он вот так вот лежит спокойно, это нормально. Ну, вот обратите внимание, вот ходогенис, он лежит с приоткрытыми клешнями. Это говорит о том, что он все-таки видит угрозу и ожидает, что сейчас может произойти что-то плохое. А, то есть, не все так спокойно. Александр, предлагаю нам сейчас немножко прервать нашу беседу и посмотреть сюжет, а затем мы продолжим. Цезарь, ну давай покушаем. На, давай. Ну что, ты не хочешь кушать, что ли? Александра с нежностью смотрит на маленького Цезаря. Год назад она получила его в подарок. Саша сама по знаку зодиака скорпион, поэтому, наверное, и полюбила этих опасных животных. Это чувство с ней разделили и музыканты ее группы. Я играю в группе, называется Денойс. Там тоже наш символ скорпион. Ну, потому что, наверное, такие же, как и мы, независимые, немножко агрессивные. Маленькие скорпиошки в виде серебряных аксессуаров украшают и шею девушки, и руки. Свои песни Александра также посвящает своему любимцу. И сочиняет, и репетирует прямо в присутствии Цезаря. А недавно решила сделать скорпиона главным героем своего первого клипа. Мы хотим снять клип с нашей группы. Мы в ноябре начинаем записывать диск. И главным героем хочу сделать именно вот скорпиона. Потому что он такой вполне податливый, немножко пассивный. То есть он будет удачно сливаться. И у меня только вопрос возникал, не будет ли он пугаться дикого шума. Вопрос не праздный. Саша уже давно стала замечать. Членистоногие малыш странно реагирует на звуки ее голоса. Прячется в террариуме и пугает клешнями. Может быть, рок-музыка вредна для него, и скорпионы предпочитают классику. Но снимать в своем клипе другое животное Саша наотрез отказывается. Поэтому ее группа ждет ответа. Сможет ли Цесарь перенести запись клипа? Здесь нужно не забывать, что все-таки основной орган чувств у скорпиона – это осязание. У него есть специальные гременевидные отростки на нижней стороне брюшка, которыми он воспринимает вибрацию. Также вибрацию воздуха он воспринимает при помощи волосков. Обширно распространенных на его туловище. Значит, звук он тоже воспринимает? И звук, любые громкие звуки он воспринимает более чувствительно, чем мы. То есть он лучше чувствует, их лучше слышит. И, видимо, ему просто это не нравится. То, что он слышит, я бы все-таки, наверное, советовал не мучить животное. Как-то наложить отдельно звук и отдельно снять видео. То есть мы можем сказать, что просто громкая музыка, наверное, его пугает, да? Неважно, классика это будет или рок. Для него это шум, то есть для него это что-то подобное землетрясению, и ему это явно не нравится. Ну да, в конце сюжета он у нас практически спрятался в свое укрытие. Скажите, пожалуйста, насколько интересно наблюдать за взаимоотношениями между скорпионами? Очень интересно. Особенно интересно наблюдать за коллективными видами, когда их много. Когда, например, самка с детьми сидят вместе в одном террариуме. Или несколько подростков. То есть они... А что происходит? Ну, например, очень интересно охотятся. Вот малыши Баби Калюс Джексони, когда им запускаешь мелких сверчков, они начинают... Они понимают, что это еда. Они понимают, что это еда, они начинают на них охотиться. Причем охотятся очень интересно. Они начинают бегать, ловить, и когда кто-то из малышей поймал сверчка, другие его собратья подбегают и вцепляются в этого же сверчка, и они его начинают делить, начинают драться, махать хвостами. Но, как правило, такие драки не заканчивают своими вещами. То есть в итоге сильные уходят с добычей. Слабые... Побежден. Да, разбегаются по углам, ловить других сверчков. И в итоге, когда все поели, потом в укрытии собираются все вместе, и все вместе, дружно сидят, переваривают пищу. Скажите, а вот говорят, что у них очень интересные брачные танцы у скорпионов. Как это вообще происходит? Да, очень интересный такой брачный ритуал у скорпионов. Самец, когда видит самку и намерен спариваться, он начинает трястись. То есть он ходит вокруг самки, трясется. Потом, если самка благосклонна к нему, он хватает ее за клешни и начинает водить такой... Хоровод? Ну, не хоровод, но, в общем, они начинают кружиться. Вместе при этом самка может, конечно, в какие-то моменты проявить агрессию, попытаться уколоть самца. Может, самец, например, видя нежелание самки, может ее чуть-чуть слегка уколоть, ввести что-то вроде транквилизатора, чтобы ее успокоило. Да нет, в общем-то, это все вполне нормально и спокойно переживается. Ученые неоднократно наблюдали в естественных условиях такое поведение. Но при неудачном стечении обстоятельств самка может съесть самца. То есть чтобы самец закусил самкой, мне неизвестны такие случаи. Особенно у территориальных видов пустынных, как, например, вот Ходорорус. Они очень не любят себе подобных, и этот брачный ритуал может закончиться трапезой. Александр, а что бы Вы хотели пожелать в заключении нашей программы нашим телезрителям, которые вот раздумывают, завести скорпиона в качестве домашнего питомца или нет? Конечно, не стоит сразу обращать внимание на какие-то опасные виды. Конечно, они обладают каким-то таинственным шармом. Да. У них очень необычные темпераменты. Да, необычные темпераменты, конечно же. Но не стоит заводить дома опасные для жизни виды. То есть, если есть желание держать дома что-то ядовитое, то можно завести что-то, какие-то... Менее ядовитые виды. Да, представителей, слаботоксичных представителей семейства Бутит. Но ни в коем случае не заводить дома таких скорпионов, как Леврус, Андрактонус, Титус и тому подобное. Спасибо вам большое, Александр, за то, что вы пришли к нам в студию. Так много всего интересного и занимательного рассказали о скорпионе. Спасибо вам большое. Уважаемые телезрители, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и до новых встреч. Берегите себя и своих питомцев. Когда вы остановитесь уже на скорпионе... Субтитры подогнал «Симон» Такая ситуация усугубляется тем, что наша медицина отечественная не знает способов лечения. У нас нет противоядий? Противоядий в принципе не существует. Хорошо, что вы об этом сказали. Да. Я думаю, люди будут более осторожными с этими паукообразными. Александр, скажите, а новичку? Какой вид вы посоветуете завести? Ну, новичкам я бы посоветовал представленный ранее пандинос император, императорский скорпион. Который самый большой. Самый большой. Затем это представители, тоже представители влаголюбивых скорпионит. Это гетерометрус. Их очень много. Они в основном распространены в Азии. И они менее ядовиты. Да, у них слабый яд, большие клешни. Это обычно очень нравится новичкам. И вот... Вот такого, да? Вот такой, да. Такую девочку, которая у нас тут расплющилась. Он тоже может быть рекомендован начинающим. Но она очень красивая, хочу сказать. Что очень, наверное, интересно будет за ней наблюдать. Хорошо, Саша, давайте посмотрим следующий вопрос. Здравствуйте. Хотела бы спросить, сколько может стоить императорский скорпион? Так как я посмотрела по всем сайтам, он слишком дорогой. Сколько у него реальная цена? Вот такой вот вопрос. Реальная цена. Реальная цена? Действительно дорогой? Ну, все зависит от того, где вы покупаете этого скорпиона и какой его возраст. То есть, насколько я знаю, малышей первой линьки можно купить порядка 10 долларов. То есть, это в среднем 300 рублей. В общем-то, я думаю, что это небольшая сумма. Взрослые особи стоят гораздо... Дороже, да? Дороже. Опять же, вопрос, насколько дорогой. Ну, я думаю, если человек хочет завести себе животное, то есть, вопрос там в пределах 100 долларов, это не такая большая сумма, которую можно потратить. На домашнего питомца. Единственное, я хочу сказать, что я бы не рекомендовал приобретать взрослых императорских скорпионов. Потому что, главным образом, они к нам в страну завозятся из природы. То есть, это природные экземпляры. Этот вид находится в списке ситус. То есть, скорпион не является вымирающим видом, но уже его число... Ограничено. В природе, да, сокращается большими темпами, именно за счет экспорта для коллекций домашних. То есть, я бы рекомендовал покупать именно разводных маленьких скорпионов. И, соответственно, через три года у вас будет взрослый большой скорпион. И гораздо за меньшие деньги. Александр, где все-таки приобрести такого домашнего питомца, как скорпион? Ну, эти животные, если, например, говорить о императорских скорпионах или о скорпионах рода гетерометрус, то их сейчас очень много в различных зоомагазинах. Можно приобрести на птичьем рынке. Также можно приобрести из частных коллекций в интернете. То есть, существуют форумы по террориумистике, где держатели животных публикуют свои объявления о продаже. И, в общем-то, способов много, если говорить именно о скорпионах для новичков. Если говорить о скорпионах, о более экзотичных зверях, таких, как Ходрурус аризонансис, например, я этого скорпиона искал полгода. То есть, в России, наверное, даже десяти особей не наберется. И откуда? Этот экземпляр приехал из Германии, из немецкой коллекции. Понятно. Хорошо. Теперь вот скажите, пожалуйста, какие условия проживания вы должны им предоставить? Вот сегодня они у нас в таких аквариумах, да, демонстрационных. А в идеале как должно быть выстроено их жилище? Должны быть сымитированы природные условия. То есть, если это представитель тропической лесной фауны, то должно быть влажное содержание. Это грунт, хорошо впитывающий, удерживающий влагу. Как правило, используют кокосовую крошку. Но все это можно приобрести в зоомагазине? Ну, кокосовую крошку можно в зоомагазинах, можно также ее приобрести в цветочных магазинах. То есть, это не проблема? Сейчас проблем нет, да. Пустынные виды нужно, соответственно, совершить. Эта парочка тоже обладает довольно сильным ядом, но также безопасным для человека. Но при повышенной чувствительности к яду может сохраниться... Какая-то аллергия, да, может быть, у человека? Ну, аллергия – это в худшем случае, конечно, может быть вызван анафилактический шок и потеря сознания. А обычно это повышение температуры до 38 градусов. И такие симптомы могут сохраняться в течение суток. Я хочу вам сказать, Александр, что сегодня не только я буду вам задавать вопросы, но и наши телезрители. Вопросов сегодня будет много, так что приготовьтесь. И предлагаю не откладывать долгий ящик и посмотреть первый из них. Здравствуйте! Я бы хотел подарить своей подруге скорпиона, очень ядовитого. И какие они вообще есть? Какой самый ядовитый вид у них, который можно приобрести? Я бы вообще не советовал держать дома такие виды. Но вот этому молодому человеку могу сказать, что он очень не любит свою подругу. Правильно. Зачем ей самый ядовитый скорпион? То есть при желании можно завести дома, например, таких скорпионов, как Бабикулит Джексони, представители семейства Бутит, которые обладают довольно токсичным ядом, но не представляют опасности для жизни человека. Видимо, он действительно не любит свою девушку, я думаю. То есть такие опасные виды, как андрактонус, австралис и подобные скорпионы должны содержаться только профессионалами в специальных учреждениях, потому что держа дома такого скорпиона, вы рискуете не только своим здоровьем, но и здоровьем окружающих вас людей, потому что не исключена ошибка. Скорпион может убежать, когда они убегают, они любят прятаться. Потом его, наверное, очень сложно найти. Да, его будет очень сложно найти, учитывая то, что эти виды, они очень хорошо переносят различные экстремальные условия, могут очень долго обходиться без воды, и, скорее всего, кто-нибудь когда-нибудь на него наступит, и в итоге он уколет агрессора. В нашей стране сугубо эти... Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа о домашних животных Зооакадемия, и я ее ведущая Елена Скрипник. Сегодня мы с вами поговорим о животном, которого, если честно, я очень боюсь. А все потому, что немногие звери могут похвастаться такой мрачной репутацией. Итак, тема нашей сегодняшней программы – «Скорпион, мой домашний питомец». С большим удовольствием представляю гостя нашей студии. Человек, который обожает скорпионов и знает практически все о них. Это Александр Ражев. Здравствуйте, Саша! Спасибо вам большое, что пришли. И Александр, ну и первый вопрос к вам такой. Скажите, как давно вы увлечены скорпионами? Около двух лет. Из чего все началось? Все началось с того, что однажды я пришел в гости к моему новому знакомому. И на тот момент я не знал, что у него жилы скорпионы. Когда узнал, попросил показать. И он показал мне два вида, которые у него содержались. Это один из самых крупных скорпионов – гетеррометру Спейнфер из Индии. И самый опасный скорпион – Драктонус Австрелис, о котором мы будем позже говорить. Эти скорпионы на меня провели большое впечатление. Конечно, такие красавцы. Можно сказать, это любовь с первого взгляда. Но почему именно скорпионы, Саша? Почему не кошки, собаки? Именно скорпионы вам понравились? Что касается кошек, собак, моя мама очень увлекается этими животными. Я в детстве постоянно был ими окружен. Причем в довольно большом количестве. Но захотелось чего-то нового, более экзотичного. Вот, кстати, кто это у нас тут зашевелился? Это аризонский волосадый скорпион, Ходорорус Аризоненсис. Это самый крупный скорпион американского континента и один из самых долгоживущих скорпионов. То есть в неволе он может прожить около 25 лет. Это при хороших условиях содержания. Этот скорпион, несмотря на такой грозный внешний вид, Добрый в душе? Его яд, нет, он совсем недобрый. И при возможности он обязательно уколет, если будет возможность такая. Он никогда не убегает, не прячется. То есть его защита выражается в агрессии, в первую очередь. Но яд его для человека не опасен. Но, тем не менее, от укола, наверное, будет мало приятного. Но на самом деле, вот я смотрю на его клешни, они кажутся очень хрупкими. Или это только на первый взгляд? Ну, все правильно. Клешни скорпиону нужны для того, чтобы удерживать добычу, чтобы она не убежала. В основном он пользуется хвостом своим для ее умерщвления. И, соответственно, для защиты от агрессора он тоже применяет яд. Есть упоминание о способности этим скорпионом распылять яд на расстоянии до полуметра. Но в неволе я ни разу не наблюдал. Не было повода, я думаю, у него распылять яд. Хорошо, Саша, теперь вот, пожалуйста, представьте вот эту даму. Я уже знаю, что это у нас барышня здесь рядышком. Это скорпион с американского континента. Это африканский каменный скорпион. Он обитает, главным образом, в пустынных скалах, о чем свидетельствует его приплюснутая форма. Легко забираться от камня. Такая форма специально, чтобы прятаться в щелях между камнями. Этот скорпион обладает очень слабым ядом, абсолютно не опасным для человека. Но брать в руки нежелательно. Ну, тоже, наверное, будет мало приятного от укола. И этот скорпион обладает довольно мощными крышнями, которыми он тоже может нанести какой-то вред. Ну, увечья это сильно сказано, но... Ну, боюсь я их, Саша, просто мне страшно. Хорошо, что тут у нас стенки высокие, не вылезут. Так, хорошо. Ну, а вот эта сладкая парочка... Бутит, это сладкая парочка, это представители самого обширного семейства. Это семейство Бутит. И к этому семейству относятся 27 самых опасных скорпионов. И, соответственно... И, соответственно...